Не забытые имена. Мы продолжаем рубрику, посвященную 80-летней годовщине освобождения Бендер от немецко-фашистских захватчиков. Значимую дату мы отметим в августе этого года. За десятилетие работы усилиями журналистов бендерского телевидения создан золотой архивный фонд, в который вошли сюжеты о героях Великой Отечественной войны. Сегодня их уже нет в живых, но благодаря сохранившимся кадрам мы можем вспомнить, какими они были при жизни. Анатолий Павлович Крылов. Очерк из архивов 2012 года. Анатолий Павлович родился в 1921 году младшим 11-м ребенком в семье. Сейчас ему уже за 90, но те времена он помнит так, будто это было вчера. После 6-го класса Анатолий поступил в горнопромышленное училище Кагандинского угольного бассейна. До войны несколько лет работал электрослесарем в шахте, а затем наступил 1941 год. Война застала нашего героя глубоко под землей. Еще целый год он без устали работал по 16 часов в сутки, пока не попал на фронт. Горняков не брали в армию, но крайне тяжелая ситуация диктовала свои условия. На фронт прибыл я в тяжелые годы. В 1942 году, в июне месяце. Это в то время, когда решалась судьба нашей Родины, быть ей зависимой или не быть. Это то, когда немецкие войска вышли на Дон, рвались к Сталинграду. Они пришли пополнением в 89-ю гвардейскую стрелковую роту, взвод связи. Ветеран прошел боевой путь от Воронежа до Днепра, участвовал в боях на среднем течении Дона, принимал участие в легендарной Яско-Кишиневской операции. За военные годы был дважды ранен. После освобождения Харькова в 1943 году Анатолия Павловича отправили на курсы младших лейтенантов. Через 4 месяца его назначили в 15-ю гвардейскую стрелковую дивизию командиром взвода автоматчиков. Я никогда не забуду моего товарища, с которым мы учились в 5-6 классе. На одной парте сидели. Он отличником был, а я посредственником. Все время он мне помогал. Вместе были призваны в армию, вместе попали в один взвод. В первом бою его убило. Снайпер пробил каску головы. Он хотел перелезть на траншею и его уничтожил. Войну Анатолий Павлович закончил офицером. На фронте получил вторую профессию – связист, благодаря чему и в тяжелое послевоенное время мог прокормить семью. Он ни в коем случае не желает, чтобы на долю нынешней молодежи выпали такие тяжелые испытания. Но уверен, в случае необходимости они смогут защитить родину. Некоторые говорят так. Сейчас, мол, такая молодежь, что кто будет воевать? А все же воевали. Возьмите это самое в России. Воевали и с Чечней. И проявляли тоже отвагу. У нас здесь тоже то же самое. Даже многие шли сами в ополчение здесь. Так что я считаю, что молодое поколение будет держать те же традиции, что и мы делали.